Я нашла силы в себе и дальше как-то жить, бороться, вот это решение. Потом, когда пришло решение, когда я забеременела, ну это была такая тоже у меня веха. У меня полгорода буквально обзывала самыми потерянными словами, не будем их повторять, просто матерными, материла меня, что ты делаешь, ты уродов рожаешь. Но у меня такая была слепая какая-то откуда-то вера, что у меня будет все нормально. Я прямо вот не допускала себе грамочки сомнений, не то, что им кто-то. И я просто всем говорила, я что, вам рожаю, я для себя рожаю. Вообще, конечно, началось странно как бы это все. И просто если бы это касалось только меня, я бы рассказала, все, ну тут сейчас замешан другой человек, я не хочу его поминать, это была моя знакомая хорошая. И мы уже на тот момент работали, я, она, и ну были в обеспеченных семьях, мы работали на тот момент, мы могли себе позволить в принципе все, что мы хотели. И в какой-то момент нам просто стало скучно, я не знаю, мы стали где-то прятаться, чтобы ее муж у нас не нашел в каких-то там барах, попить шампанского, чтобы что-то. И подошел просто один раз к знакомому и предложил. Как бы он сначала, не знаю, почему он решил, что как бы мы имеем отношение к этому всему делу, но как бы я отказала, конечно, говорит, ну давай. Это было как бы попробовали первый раз. Сначала через знакомых вызывали, где купить. Ну такое, быстро узнается, быстро находится, кто приобретет. А тем более, если у тебя есть день, проблемы не составляло. Ну в тот момент, это сколько лет назад, 23 года назад, это было 10 лей, стоил один грамм, ну один кук. Продавался в жидком виде. Допустим, в том районе, где я живу, там, наверное, через один дом, в каждом доме была квартира, которая продавалась. В тот момент это было очень повально, так много употребляло людей, молодежи много употребляло. И действительно, хотя считается почему-то, что это из каких-то неблагополучных семей. Нет, из всех, кто я знала в тот момент, это были довольно-таки ребята с очень даже благополучных семей, очень состоятельных семей. Наверное, какое-то веяние тогда такое было, или вот пошла волна такая, что не было это стыдно, не было это, наоборот, казалось, что вот если ты попробуешь, то понимание и знание, допустим, как сегодня, да, уже есть и программы профилактики, предотвращения, много говорится, это же не было ничего. Мне помогла и семья, и, ну, говорю, не всегда встречались люди, но это затянулось на те годы, пока действительно не пришло вот это осознание усталости, во-первых, что ты уже не хочешь и не можешь, и не хочешь этого. У меня были такие страшные моменты, что я лежала в больнице с заражением крови, потому что, я не знаю почему, но мне врач тогда говорил, Свет, я неверующий человек, но тебя, говорит, любит Бог. Говорит, ты должна была умереть. Говорит, у меня просто, говорит, если нет заражения, которое у меня было, у меня температура 41 держалась здесь буквально около 10 дней, сбивалась там до 38, опять 40, 41. Говорит, у тебя просто должны были сгореть ледки. Как-то, и вот настал такой момент, когда мама просто, вот она приезжала с отцом ко мне в больницу, отец заходил, а мать сказала, я не зайду, у меня дочки больше нет, отказывалась от меня. И потом в один момент просто она мне сказала, вот тебе есть один шанс, последний. Хочешь и едь в рек-центр. Либо ты уезжаешь, говорит, либо ты больше не имеешь ни дома, ни семьи, ни родителей, ни кого. И так как, да, действительно уже было понимание, что надо с этим что-то делать, что это не мое, это не тот уровень, меня не так воспитывали, у меня другое было целью в жизни. Естественно, я ухватилась за эту возможность, естественно, я с радостью за нее ухватилась. И вот эта реабилитация, она тогда, правда, уехала аж под Питер, в Кингисептский район, на год. Я делала рабочую визу на выезд за границу работать. И так и тогда требовались вот эти все анализы. И вот когда я сдала анализы, и как бы я уехала тогда вообще не только с города, со страны, я уехала в Кросс, я не сяк-тете на Украину. И мне позвонила мама, говорит, Света, ты должна приехать. Она боялась мне сказать, потому что мне тогда было 23 года только, и она боялась мне сказать, что дорога, как это я восприниму. Она просто сказала, что тебе надо вернуться, то что-то с документами нужно. И когда я приехала, она мне сказала, что вот были санэпидемстанции, и как бы тебе надо сдать еще раз второй анализ, вот тебе подозрения. Ну, это был шок, конечно. Это был для меня шок, потому что 23 года, ни семьи, ни детей, информации было мало тогда об этой болезни. Это считалось, что это все, храк, чума, это уже обходили все стороной. И действительно я столкнулась с большими проблемами потом именно из-за своего диагноза. И рожала я как бы естественным путем тоже тогда, не будем кезать. Более того, я еще первые дни в роддоме, хотя я знала, что кормить нельзя грудью при диагнозе, но врачи тогда с родотделения из детского, они не помню уже, кто спорили. Одни говорили, можно, другие нельзя. Я говорю, вы как будто будете спорить, мне что делать? Мне дети кушают, но я понимаю, 5 грамм они должны начинать есть, но они должны и есть. И я первые дни еще кормила их грудью. Да, и вот, по-моему, здоровые дети. Второй момент, вот сейчас было очень тяжело, несмотря на то, что мы не жили в хранице отца своих детей. И очень, честно говоря, очень было тяжело, потому что для меня он родной человек все равно. Не хотелось. Действительно, я был человек, который искренне меня любил, без обмана, без пайша, без того, чтобы ждать от меня чего-то, что-то там. Он просто любил меня за то, что я есть, как вот мой отец, наверное. И, конечно, было больно. Я, прошу прощения, не думала, что я расстаюсь. Было больно, потому что просила, просила лечь в больницу, просила что-то делать. Постоянно говорила, и вот он нет, надо работать. Платить за квартиру, он хотел что-то детям оставить. Потому что так получилось, что как бы первые 7-8 лет он в жизни детей не участвовал. Потом как бы вот он вышел, он начал работать и стал помогать. Он помогал, действительно. Сын занимался спортом, начались поездки, но сегодня тоже, к сожалению, не всегда все бесплатно. Мы старались с ним, как могло, и с моей, конечно, при поддержке еще моей мамы и бабушки, они всегда поддерживали, что меня ребенок не пропускал ни одни соревнования. Как бы там не было тяжело в тот момент, но он был на всех соревнованиях. И, тем более, они сейчас начали по Европе ездить. И мне хотелось, чтобы он действительно... Я помню свое детство. И как мы ждали этих соревнований. Единственная разница в том, что мы тогда были не выездны, мы катались только по Советскому Союзу. Сейчас у них открыта уже Европа, другие страны. Естественно, мне хотелось, чтобы он тоже видел. И успехи в спорте, это его подтверждение, это результаты его какие-то... Чтобы он видел отдачу от того, чем он занимается. Ну и, конечно, мне хотелось, чтобы он видел другие страны. Потому что я понимала, что где-то у меня, может быть... Ну, нет такой возможности просто дать ему возможность посетить, там, попутешествовать. А так благодаря спорту он где-то видел. Ну, конечно, он мне помогал, у меня во многом. Он, если я приходила, говорила, что касается детей, давай купим компьютер вместе. Он всегда это вместе помогал. Ну, и меня он, в принципе, поддерживал. Даже как бы вот когда мне совсем где-то там что-то тоскливо было. Потому что я тоже не очень люблю открываться. А с годами, вот когда потеряла близкую подругу, тяжело мне находить таких людей, которыми я бы уже могла вот так доверять. И, конечно, это все больше в себе как-то держало. Вот иногда вот надо было когда выговориться или где-то вот... Он меня поддерживал всегда. Давай, приезжай. Говорю, все, перед такси приезжай. Я тебе встречу. Хочется видеть людей счастливыми. Чтобы они спокойно могли выйти с семьей, отдыхать, поехать, работать, учиться. Чтобы остановить вот это вот все-таки предвзятое отношение. И чтобы вечеринфицированные люди имели такой же доступ ко всем благам, которые, в принципе, и положены по закону, и по всем правилам, по конституциям. Вот это вот хочется этих кардинальных изменений. Потому что они происходят. Они медленно происходят. Нельзя сказать, что нет. И хорошо, что подключаются уже государства. Потому что все-таки на данный момент больше это работа НПО.